Получить 165 тысяч рублей и отработать три года. Такой договор заключают молодые медики скорой помощи. Чтобы решить проблему нехватки бригад, правительство Самарской области выплачивает единовременные пособия специалистам. Работа службы считается одной из самых тяжелых, но при этом фельдшеры получают бесценный опыт. Дополнительный материальный стимул многим поможет сделать выбор в пользу работы на скорой. Водитель 37-й на вызов, фельдшер Поливанов. Каждый вызов скорой уникален и требует от врача мобилизации всех знаний и умений. Зачастую задача стоит ни много ни мало спасти чью-то жизнь. Денис Павлов работает всего полгода, но уже почувствовал большую ответственность. Хотя профессию, как признается сам, выбрал еще в детстве. Вообще у меня бабушка, она фельдшер на селе. И когда я у нее отдыхал, я просто еще с детства, она сажала меня на санки и везла на вызов. Поэтому я с детства в этой профессии, и для меня она стала частью жизни. Их не пугают ни трудности, ни сдержки профессии. Почти все работают на полторы-две ставки. Но кадровый вопрос на станции скорой помощи ощущается особенно остро. Губернатор Николай Меркушкин говорил об этом в своем послании и поручил применять эффективные меры по привлечению специалистов. И теперь у медиков есть дополнительный стимул. Правительство Самарской области выплачивает единовременное пособие. Фельдшер получает 165 тысяч рублей с условием, что отработает в скорой три года. Выплата поможет закрепить специалистов на местах, а также привлечет новых. Две недели назад у нас была встреча с выпускниками медицинских училищ Самарской области, города Самары. К нам пришло порядка 50 человек. И когда мы озвучили информацию по зарплате, по получению этих подъемных, то есть я так поняла, что большое количество фельдшеров, которые будут выпускаться в 2014 году, хотели бы работать на скорой помощи. А на Самарской станции скорой помощи сформировали еще пять бригад, но этого мало. Сейчас работают 500 фельдшеров, а нужно на треть больше. С врачами ситуация еще сложнее. Кажется, специалист, который приходит работать на вес золота. Самара имеет потребность в 115-120 бригад. У нас в настоящее время в круглосуточном измерении работает 47-49 бригад скорой медицинской помощи. И тем не менее, вот каждая прибавляющаяся бригада улучшает такой важнейший параметр, как ожидание скорой медицинской помощи в адресе. Между тем, Денис Павлов уже потратил пособие. Деньги понадобились на улучшение жилищных условий. Геннадий Жарников, Сергей Александров. Новости губернии.